В своем видеоблоге и сегодняшняя тема бесплодие и натуропатия и фитотерапия. Возможно ли помочь как-то решить проблему бесплодия с помощью натуропатии? Часто задают вопрос, а какая может быть помощь от фитотерапии, если есть такие современные методы, как ЭКО и другие? Ведь, наверное, фитотерапия устарела, и у нее нет никаких возможностей, чтобы помочь. Но на самом деле таких возможностей огромное количество, потому что для того, чтобы ЭКО и другие методы были состоятельными, организм должен быть подготовлен. Не должно быть микроэлементозов, авитаминозов и прочих недостаточностей. Должно быть высокая адаптационная характеристика организма, которая без фитотерапии и натуропатии достичь. Второй важный фактор – это то, что после ЭКО необходимо выносить беременность. А выносить беременность, когда такие технологические методы используются, достаточно сложно, возникают сложности. И тут способна помочь фитотерапия, она способна поддержать беременность. Другой важный фактор – очень часто эти высокотехнологические методы по преодолению бесплодия приводят к появлению многоплодной беременности. А чтобы выносить многоплодную беременность, нужны очень большие усилия со стороны организма и его высокое функциональное состояние, адаптационное состояние. И тут, конечно же, на натуропатии и фитотерапии. Далее я представлю вам фрагмент видео из большого вебинара, который я подготовил год назад. И там я очень тщательно, подробно, буквально скрупулезно объясняю про каждую траву, как она действует, почему она улучшает репродуктивную активность женского организма. Все в подробностях, все в деталях. Травы, которые способствуют зачатию. И среди этих трав лист малины – одно из выдающихся средств. Это средство номер один в акушерской практике, в западной медицине. Также оно встречается в китайской и в аюрведической медицине. То есть, его показания использования в акушерстве и в гинекологии признаны во всех трех классических системах традиционной медицины. В листьях содержится алкалоид, который тонизирует гладкие мышцы матки. Причем, это тонизирование, оно не приводит к повышенной сократительной способности матки, то есть, грозам выкидыша, рекомендуется принимать лист малины в течение целого года до зачатия. И оно, вот этот прием листа малины в виде чая, способствует профилактике невынашивания, способствует профилактике послеродовых кровотечений, поскольку мышцы матки сокращаются более гармонично и отсутствует... Рекомендуется применять лист малины в течение одного года до предполагаемого зачатия для профилактики невынашивания, для профилактики послеродовых кровотечений, для оплегчения родов, чтобы они были менее болезненными. И распространенная форма – это в виде чая в достаточно больших дозах, начиная от 30 грамм. Следующая трава – гинкобелоба. Она улучшает кровопрощение в органах малого таза, улучшает микроциркуляцию, и, как правило, она принимается в виде экстрактов. Следующий – это дудник китайский, о котором шла уже ранее речь. И дудник китайский по объему мирового потребления – это, безусловно, лидер. Около одного миллиарда женщин используют его регулярно, каждый день. И, так как проживает в тех регионах, где распространены китайская медицина и аюрведа – Китай, Вьетнам, Таиланд, высушивается и нарезается корень. Основное его свойство – это регуляция менструальной функции, но также он и воздействует на баланс гормонов. И дополнительное свойство – это повышение кровотворения, что, конечно, полезно при регулярных кровопотерях во время месячных. Вот так выглядит высушенный и нарезанный корень. Вот само растение. Следующее – это растение из аюрведы – Шатаври. Индийская трава является пищевым растением, в нем отсутствуют какие-то ядовитые, сильнодействующие компоненты. Шатаври является аналогом дуднёка китайского в аюрведической медицине и используется именно в аюрведе в качестве первой линии, в качестве самого распространенного средства. В дословном переводе Шатаври – это «сто мужей», то есть это говорит о его эффективности в сексуальной и репродуктивной жизни. В соответствии с методологией аюрведы – это растение холодное, влажное и сладкое. В нём содержится большое количество стероидных сапонинов. И в Индии Шатаври введён в рацион, в ежедневный рацион, его добавляют в сок, в чай. И в небольших дозах женщины его употребляют, начиная сразу после подросткового периода. Немного есть отличия в энергетике с дудником китайским. Дудник более согревающий, поэтому его действие повышает кровоток. Шатаври более холодный, влажный, обладает нисходящей энергетикой. И среди его основных свойств очень важным является регуляция гормональной секреции, оптимизация баланса женских половых гормонов. Он способствует поступлению питательных веществ тканям репродуктивной системы, используется при кормлении, может использоваться в менопаузе и постменопаузам, улучшает кровоток в яичниках и подготавливает женскую репродуктивную систему для деторождения. Используется для профилактики невынашивания. Также шатаври может использоваться для улучшения лактации.